отлично все я себя тоже вижу ну что как и каждый вторник мы проводим презентацию нашего инвестиционного проекта двигателя дуинова так что если вы еще не знаете что такое проект двигателя дуинова присаживайтесь поудобнее и слушайте презентацию прямом эфире для этого вам нужен только интернет компьютер телефон и немножечко свободного времени конечно же если у вас есть друзья знакомые товарищи которые еще не знают о нашем проекте не знают совсем мало сегодня у них также будет возможность получить всю информацию структурировано поэтому обязательно их приглашайте мы проводим сегодня презентацию для всех после самой презентации я буду готов ответить на все ваши вопросы связанные с проектом двигателя дуинова так что можете их писать уже в чат на канале двигателя дуинова после презентации я к ним приступлю ну а зовут меня павел я являюсь руководителем направления рекламы связи с общественностью компании solar group а именно поэтому именно я сегодня для вас эту презентацию и проведу давайте начнем скажем так с некоторого определения что же такое проект двигателя дуинова проект двигателя дуинова это проект по продвижению технологий совмещенных обмоток славянка на мировом рынке эта технология уже сегодня позволяет нашему отечественному инженеру разработчику дмитрий александрович дуинова проектировать электродвигатели нового поколения которые применяются в самых разных направлениях от электротранспорта до промышленности и сельского хозяйства конечно для того чтобы сделать из этого по-настоящему крупный бизнес необходимым мощности а точнее предприятия в рамках которого такая работа может быть уже быть выстроена виде целый такой бизнес технологии и сейчас в рамках нашего проекта мы начинаем уже строить инновационный центр который будет называться совмаж именно в рамках этого предприятия команда дмитрий александрович а сможет проектировать подобные электродвигатели для разных клиентов для разных направлений ну и конечно зарабатывать на проектирование таких электродвигателей конечно для любого подобного бизнеса необходимы инвестиции и в нашем случае они также необходимы отличие нашего проекта от многих других в том что наш проект является народным поскольку инвестиции привлекаются методом народного финансирования или коллективного финансирования также это еще называется крауд инвестинг в общем-то это такая схема привлечения инвестиций когда деньги привлекаются от неограниченного количества малых и средних инвесторов для вас это означает что вы можете принять участие в этом проекте проинвестировать пассивную сумму средств для себя в этот проект и стать совладельцем того предприятия про который я уже сказал и про которое буду рассказывать сегодня еще не один раз в общем-то давайте начнем по порядку более подробно поговорим о том что же из себя представляет та самая технология совмещенных обмоток славянка применяется она именно в электродвигателях как я уже сказал что такое электродвигатель я думаю вы себе представляете электродвигатели сегодня мы используем абсолютно везде во всех направлениях проще сказать то где не где они не используются используемых и в электротранспорте и в промышленности и в сельском хозяйстве и в авиационной отрасли и военной промышленности и в бытовой технике которые есть у каждого из вас дома в общем то нам сегодня нужно знать что 80 процентов всех таких электродвигателей представляют из себя асинхронные электродвигатели асинхронные электродвигатели это наиболее такая универсальная электрическая машина при этом она надежна достаточно дешевая и в общем то поэтому она настолько популярна именно в области от этих асинхронных электродвигателей и вел работу дмитрий александр дуйнов что же здесь ему удалось изменить дело в том что в таких электродвигателях есть так называемая обмотка которая выполняется двумя классическими методами это либо метод звезды либо метод треугольника здесь как раз таки и кроется основная инновация команды дмитрий александр дуйнова дело в том что им удалось в одном электродвигателе совместить обе таких обмотки и звезду и треугольник которые были соединены параллельно в итоге мы получили так называемую совмещенную обмотку славянка которая выделила двигатели с этой технологии среди двигателей конкурентов давайте посмотрим на то какие преимущества такие электродвигатели получают ну во первых это конечно же экономия электроэнергии дело в том что такие электродвигатели экономят до 40 процентов электроэнергии на фоне аналогичных двигателей от конкурентов второе это себестоимость дело в том что в В таких электродвигателях используются на 30% меньше меди и электротехнической стали. В итоге мы можем из одного и того же количества сырья вместо трех классических двигателей сделать четыре электродвигателя с совмещенными обмотками. Третье – это надежность. Есть такой показатель, как сервис-фактор. Если у конкурентов он составляет где-то 1,2-1,3, то у двигателя с совмещенными обмотками этот показатель составляет 2,5, то есть два раза выше. Это говорит о том, что двигатель может работать дольше и работать в максимальных перегрузках, и ничего с ним не происходит. Есть и другие более тонкие инженерные подробности. Вы можете с ними ознакомиться на наших официальных ресурсах. Я же еще сделаю упор на экологию. Многие сейчас об этом говорят. И, конечно же, у нашего проекта есть и огромная-огромная миссия. И делается это далеко все не только ради денег. Я думаю, вы тысячу раз слышали про такие проблемы, как изогрязнение воды, почвы, воздуха, изменение климата, которые уже на себе мы можем в некоторых регионах ощущать достаточно четко. И есть много, конечно же, факторов, которые на это влияют. Но один из самых пагубных – это бесконтрольная выработка электроэнергии, в процессе которой мы наносим непоправимый вред той окружающей среде, в которой мы живем. При этом есть много, что потребляет электроэнергию. Но основным потребителем электроэнергии являются именно электродвигатели. И получается, что снизив потребление у электродвигателей, мы можем уже снизить выработку электроэнергии в целом в мире очень существенно. Но как мы можем это сделать? Ведь электродвигатели используются все больше, технологии приходят туда, где их раньше не было, мы начинаем все чаще использовать электротранспорт и, казалось бы, мы идем в западне. Но, конечно же, выход был найден. И сейчас главным трендом во всем мире, в том числе в направлении электродвигателей, является тренд энергосбережения. Это ответ на вопрос, а как же сделать так, чтобы привычные нам электродвигатели выполняли то же количество полезной работы, но при этом потребляли меньшее количество электроэнергии. И для того, чтобы этот вопрос, этот процесс можно было регулировать и контролировать, была введена шкала, так называемая шкала энергоэффективности электродвигателей, где Е1 это минимальный показатель, Е4 максимальный. Дело в том, что большинство электродвигателей, которые сегодня работают во всем мире, которые производятся сегодня, это электродвигатели самых низших классов энергоэффективности Е3, Е4. То есть, они достаточно низкоэффективны, они потребляют много электроэнергии, ну, соответственно, мы их больше вырабатываем и наносим тот самый вред. При этом, как же технология совмещенных обмоток сегодня решает эту ситуацию? Дело в том, что те электродвигатели, которые сегодня проектируются командой Дмитрия Александровича, имеют классы энергоэффективности Е3 и Е4, что является наивысшим классом энергоэффективности. И это говорит о том, что двигатели гораздо эффективнее, вот именно с технологией Славянка, от того, что сегодня делают другие компании. Поэтому они делают тоже количество полезной работы или даже больше, при этом потребляют совсем немного электроэнергии. Соответственно, переоборудовав значительную часть электродвигателей в мире на Славянку, мы уже можем сохранить нашу природу в таком виде, в котором мы ее видим, и уменьшить тот вред, который сегодня ей наносится процессами выработки электроэнергии. Надо отметить, что сегодня много компаний работают в этом направлении. Конечно же, многие эту проблему осознают. Но сегодня еще никому не удалось сделать электродвигатель настолько же эффективным, при этом же настолько же дешевым и компактным, как это делают сегодня от Дуинов благодаря своей технологии. И именно та компания, которая сможет в этом новом направлении, в этом новом тренде вырваться вперед, конечно же, она и станет новым лидером на рынке электродвигателей. И, естественно, именно команда Дмитрия Александровича, компания Sovalmash, сегодня делает все для того, чтобы это стало возможно. У вас, наверное, появляются вопросы о том, чем же все это можно подтвердить и какие есть, как говорится, доказательства. Ну, перейдем к научной базе, которая, конечно же, у проекта очень обширная за те годы, сколько уже команда занимается этой технологией. Первое – это, конечно же, патенты. Патентов огромное множество. Вы можете с ними ознакомиться на нашем официальном сайте, проверить их в независимых источниках. Патенты все настоящие. Они получались ранее. Новые патенты до сих пор продолжаются. Компания уже Sovalmash получатся. О чем в новостях мы периодически сообщаем. Второе – это, конечно же, исследования, которые были проведены над электродвигателями, совмещенными обмотками. Очень важная часть, на которую нужно всем знать и помнить, что, конечно же, исследований огромное множество. Их десятки. Вы также можете их в открытых источниках найти, посмотреть результаты, выводы, все-все-все, что вам только необходимо. На что стоит обратить внимание в этих исследованиях? Ну, во-первых, сами исследования проводились в самых разных уголоках нашей планеты и в России, и в Европе, и в Азии. И важно, что во всех этих исследованиях и тестах технология славянка проявила себя так, как и было декларировано. То есть она была подтверждена. Все ее, скажем так, все то, ради чего все это делалось, это было подтверждено в том числе и в лабораторных исследованиях. И важно, что, поскольку проводились они в разных уголках нашей планеты, можно говорить о том, что такие исследования были нет предвзяты, и им действительно можно доверять. Вы можете еще раз с этими исследованиями сами ознакомиться, посмотреть данные, цифры, убедиться, что все действительно было подтверждено. Но, несмотря на это, конечно же, нельзя говорить о том, что технология имеет какой-то законченный вид, завершенный, если нет какого-то опыта практического применения этой технологии. Конечно же, про технологию совмещенных обмоток такого не скажешь, поскольку опыт практического применения здесь очень-очень широкий, и уже не первый год технология применяется на практике. Компания АССПП, в рамках которой шла работа на технологии совмещенных обмоток, еще давно понимала, что для популяризации технологии необходимо, чтобы как можно больше людей смогли ее испробовать, испытать. Ну и, конечно, это нужно было для теста на практике самой технологии. Поэтому было запущено направление так называемых лицензионных обмотчиков. Это компании, физические лица, которые занимаются ремонтом, обслуживанием электродвигателей, и они имели возможность заключить лицензионное соглашение с компанией АССПП на право коммерческого использования технологии совмещенных обмоток. То есть, эти компании оказывали услуги своим клиентам, ремонтировали их электродвигатели и предлагали им вместо обычного ремонта сделать именно модернизацию по технологии совмещенных обмоток. Клиенты получали двигатели нового поколения, обмотчик получал деньги за свою работу, часть денег он отправлял в АССПП в качестве лицензионных отчислений. Почему это важно? Ну, во-первых, это показывает, что команда Дмитрия Александровича может не только заниматься инновациями, но и зарабатывать на своих инновациях, что очень важно, в том числе в рамках нашего сегодняшнего проекта. Во-вторых, рецензионных обмотчиков на сегодняшний день уже более 100 по всему миру, и за вот эти вот долгие годы работы они на практике смогли доказать эффективность технологии совмещенных обмоток, и это произошло на десятках тысяч самых разных асинхронных электродвигателей. Поэтому благодаря этой работе получился вот такой очень и очень широкий опыт применения технологий совмещенных обмоток на преимущественно общепромышленных асинхронных электродвигателях. Причем при этом все равно было понимание, что такое общепромышленные асинхронные электродвигатели знают далеко не все. И, конечно, для того, чтобы о технологии заговорили действительно широко и на весь мир, необходимо было сделать какие-то конечные продукты, в рамках которых можно было бы продемонстрировать эффективность технологий совмещенных обмоток. Так и появились различные опытные образцы, в основном в направлении электротранспорта, в которых демонстрировалась эффективность двигателей с технологией совмещенных обмоток. Сейчас про некоторые я вам расскажу. Во-первых, конечно, это мотор-колесо Дуйнова. Мотор-колесо Дуйнова – это, наверное, самый известный двигатель с технологией совмещенных обмоток, и этому есть причина. Дело в том, что это первый в мире асинхронный электродвигатель, выполненный в виде мотор-колеса. Никому до Дуйнова не удавалось сделать мотор-колесо асинхронным. Да, вы скажете, что можно купить аналоги в Китае, и вообще, в общем-то, это же уже продается. В чем же разница? Ну, разница именно, в первую очередь, в технологии и во всех вытекающих, скажем так, последствиях из этого. Дело в том, что все, что сейчас делается, вот все эти мотор-колеса, это мотор-колеса, основанный на совершенно иных технологиях, так называемых BLDC электродвигателях. Во-первых, они кроются в конструкции. Дело в том, что они содержат в себе постоянные магниты. Постоянные магниты содержат в себе редкоземельные металлы. Эти редкоземельные металлы являются полезными ископаемыми, которые добываются исключительно в Китае. Китай является монополистом на рынке этого сырья. В итоге он, как монополист, мало того, что может повышать цену год за годом, так он еще и запретил вывоз этого сырья из страны. И вам, как, например, какому-нибудь оптовому продавцу таких электродвигателей или мотор-колес, вам необходимо либо закупать уже готовые изделия на территории Китая, готовые двигатели, и привозить их в страну, либо же строить завод на территории Китая. То есть ни о каком, например, отечественном производстве речи здесь уже идти не может. И, конечно же, все это влияет на итоговую цену, в том числе и на доступность, и на дороговизну перевозки этих двигателей в то место, где их уже будут использовать. Именно по этой причине все больше и большее количество производителей, электротранспорта и потребителей этих двигателей обращают свое внимание именно на разработку Дмитрия Александровича Дуинова. Дело в том, что она лишена всех этих недостатков, там нет дорогих и редких компонентов, а основными компонентами является мете-электротехническая сталь, которая добывается в огромном количестве мест, ну и достаточно дешево стоит. В итоге мы можем сделать дешевый двигатель, мы можем сделать его в любой точке света и в неограниченном количестве. Но, конечно же, доступность и цена – это не всегда единственный фактор, на который мы обращаем внимание. Конечно же, есть такой показатель, как надежность. И здесь снова мотор-колесо Дуинова выигрывает по той причине, что асинхронные электродвигатели, они в принципе самые надежные в мире, и мотор-колесо здесь не исключение. Поэтому, скажем так, мотор-колесо Дуинова гораздо надежнее того, что сегодня дело в Китае. Третье – это, конечно же, мощность. Дело в том, что вот если мы возьмем два одинаковых мотор-колеса, одно для электровелосипедов, да, одно будет разработки Дуинова, другое будет китайской разработки, они будут с виду полностью одинаковые практически, да, если там совсем внутрь не заглядывать, корпус вроде одинаковый, вес, габариты, но мотор-колесо китайского производства будет выдавать мощность 2-3 кВт, мотор-колесо Дуинова будет выдавать мощность до 20 кВт. То есть разница очень и очень серьезная, и все это достигается благодаря именно той технологии, на базе которой мотор-колесо Дуинова и построены, совмещенные обмотки. Нужно отметить, что мотор-колесо сегодня уже есть целая линейка подобных разработок, то есть это и мотор-колесо для электровелосипеда, и для электроскутера, ну и, конечно же, для электроавтомобиля. В общем-то, это очень серьезно расширяет сам потенциал этого двигателя, хотя даже двух колесного транспорта вполне бы хватило для того, чтобы даже из одного этого двигателя сделать какой-то действительно серьезный производство Но, конечно же, не только мотор-колесами занималась команда Дмитрия Александровича, были сделаны и другие электродвигатели, как и перепроектированные с нуля, так и модернизированные, когда мы меняем просто обмотку у обычного классического синхронного электродвигателя. И можно сказать про следующие другие опытные образцы. Это, например, электроавтомобили, продолжая говорить о них, это и Рено Твизи, и Рено Кангу, которые вы сейчас увидите в презентации, которые здесь есть рядом со мной. В общем-то, это электроавтомобили, в которые были установлены тоже электродвигатели с совмещенными обмотками. Это уже не мотор-колеса, это более традиционное исполнение, когда электродвигатель, можно сказать, мы ставим под капот автомобиля. И они себя отлично зарекомендовали. Были разработки в области общественного транспорта, в частности, такой электродвигатель устанавливался в троллейбус, после чего троллейбус стал как динамичнее, так и экономичнее своего предшественника. Интересный опытный образец, это, конечно же, установка такого электродвигателя в электровоз, который возит грузы в шахтах. И если до того, как в него был установлен такой электродвигатель, он тянул 5 вагонов с грузом, то после такой модернизации он тянул уже 11 вагонов с грузом, то есть мощность выросла более чем в 2 раза. На самом деле, опытных образцов было огромное-огромное множество. Все это есть в открытом доступе, можете изучить, почитать. Конечно же, это было не только в области электротранспорта. Я сейчас вот рассказываю самое такое понятное, для широкого круга зрителей. Ну и если у вас уже, как говорится, вам не терпится испытать, что же из себя представляет технология совмещенных обмоток, то на сегодняшний момент, благодаря нашему партнеру Виктору Арестову, у нас налажен в Китае серийный выпуск электродвигателей, модернизированных по технологии совмещенных обмоток «Славянка». Сейчас, если не ошибаюсь, 5 электродвигателей уже представлены. Вы можете их приобрести. Более того, вы можете приобрести как сам двигатель и установить его на свое транспортное средство, если вам это хочется. Также можете купить уже и готовое транспортное средство с таким электродвигателем. Поэтому пользуйтесь, оставляйте отзывы, как вам двигатель с технологией совмещенных обмоток. Вот я вам рассказал примерно о технологии. Конечно же, информации гораздо больше. Если вам хочется действительно во всем этом разобраться, вам нужно еще самостоятельно много-много чего изучить и прочитать. Можете спрашивать у меня, если я знаю какой-то ответ на какой-то вопрос, я обязательно вам его дам. Работа эта длилась долгие-долгие годы. В 1995 году, 25 лет назад уже получается, впервые технология совмещенных обмоток была успешна приняна на практике команды Дмитрия Александровича. После этого, как вы понимаете, шла очень долгая большая работа. Это и патенты, и исследования, и практическое применение, и так далее, и так далее. Все это команда делала полностью на свои деньги. И в какой-то момент стало понятно, что технология уже точно, что технология уже в принципе не нуждается в каких-то доработках, проверках и так далее. И что самое важное, появилось большое количество потенциальных клиентов, которые были готовы заказать, заплатить за это деньги, за разработку того или иного электродвигателя с технологией совмещенных обмоток для самых разных целей. И тогда, конечно же, появилось понимание, что, ну, в общем-то, можно технологию коммерциализировать. И для того, чтобы это стало возможно, необходимо предприятие. И так появилась идея строительства инновационного центра, в рамках которого будет возможна работа с самыми разными электродвигателями и их проектирование для клиентов, для самых разных нужд. В общем-то, конечно, для такого бизнеса необходимо финансирование. Сначала поиски финансирования были направлены по таким классическим направлениям. Это поиск какого-то одного крупного инвестора. Но договориться с ними не получилось. И не по той причине, что никто не хотел давать деньги. Скорее, Дмитрий Александрович не хотел брать деньги на тех условиях, на которых ему предлагали. Условия были, ну, скажем так, обычные для таких проектов. Когда инвестор не собирается с тобой на каких-то партнерских отношениях все это выстраивать, он хочет получить себе 80-90% компании. То есть, по большому счету, купить технологию, купить все, над чем разработчик работал, для того, чтобы себя обезопасить от всех возможных рисков. И уже в дальнейшем смотреть и решать, как дальше все это будет развиваться. Дмитрий Александрович не стал продавать. Он решил развивать все это сам. От реализации проекта за рубежом также отказались. По ряду идеологических причин и также соображений причин безопасности. И в тот же момент во всем мире очень активно развивался краудинвестинг. Да, именно вот это вот народное финансирование. И было видно, что очень много людей в интернете поддерживают Дмитрий Александрович и то, что он делает. И многие писали, что давайте как-то вместе, давайте мы вам поможем, давайте хоть что-то там как-то пожертвуем на развитие технологий. И видя вот эту огромную поддержку со стороны людей, при этом видя то направление инвестиционное, которое сегодня очень активно набирает в мире, во всем мире обороты, было принято решение как раз таки применить этот инструмент, применить этот инструмент конкретно на этой технологии и на этой разработке. И было решено привлечь необходимое финансирование методом краудинвестинга или так называемого народного финансирования, коллективного финансирования, когда деньги привлекаются от неограниченного количества малых и средних инвесторов. Соответственно, каждый из вас может принять участие в этом инвестиционном проекте, проинвестирует посильную сумму средств для себя и стать совладельцем того самого инновационного центра, про который я сейчас говорил. Давайте я расскажу более подробно, что же это за инновационный центр, затем я расскажу о том, как конкретно каждый участник может заработать вместе с этим проектом. Инновационный центр, который будет называться Sowellmash, и он будет располагаться на территории особой, государственной, особой экономической зоны Технополис Москва около города Москвы. В общем-то, это государственная такая территория, где располагаются подобные инновационные проекты, такие как наш. Это предприятие, оно не будет заводом, как некоторые думают, то есть его основной целью не будет именно производить какой-то там, ну, какое-то количество, конечно, будет производить электродвигателей, но в целом ее основная цель – работать не как завод. Это именно проектно-конструкторское бюро. Проектно-конструкторское бюро предполагает именно работу с документацией, то есть это проектирование и разработка различных электродвигателей для конкретных нужд, для конкретных клиентов, конкретных направлений. Как такая работа может выглядеть? Ну, допустим, производитель электротранспорта приходит в Sowellmash и говорит, у меня вот есть электроавтомобиль, или там планирую я его сделать, мне в него нужен электродвигатель. Соответственно, он должен обладать такими-то характеристиками, там, габаритами и так далее, и так далее. В общем-то, передает так называемое техническое задание в Sowellmash. Sowellmash занимается разработкой и проектированием этого двигателя, также выстраивает весь процесс его серийного производства, и после этого данную документацию передает заказчику. Заказчик получает эту документацию и уже на своих мощностях и на мощностях своих партнеров производит необходимое количество электродвигателей, как ему вздумается, да, в любых объемах. То есть теперь, условно говоря, он может эту разработку использовать, как ему, как он, в общем, сам задумал. И здесь нужно отметить, что, конечно же, подобные предприятия есть, и вообще это очень интересный бизнес, он достаточно привлекательный, но, понятным причинам не все могут им заниматься, поскольку здесь нужна очень серьезная научная база, которая позволяет это делать, нужны очень сильные и умные люди в этом направлении. Ну и именно наше конструкторское бюро будет отличаться тем, что мы можем за те же деньги, по большому счету, сделать не просто электродвигатель, как сейчас могут заказать эти компании у каких-то наших конкурентов, а они получат электродвигатель с совмещенными обмотками, то есть электродвигатель нового поколения, что, конечно же, для них гораздо и гораздо интереснее. Стоит отметить, что в среднем разработка одного такого двигателя стоит около 50 миллионов долларов, и самое интересное, что маржинальность здесь составляет до 70%, то есть это очень и очень интересный бизнес. Таких разработок Suval Mars может делать от одной до трех, ну, опять-таки, в зависимости от сложности и стоимости конкретного заказа. Вообще, конечно, этот бизнес очень интересен с точки зрения прибыли, ну, а если он интересен с точки зрения прибыли и вообще ведения такого бизнеса, то, конечно же, он интересен и для того, чтобы в подобном бизнесе поучаствовать в качестве инвестора. И, как я уже говорил, у каждого из вас сегодня, благодаря той программе, которая действует именно направлению краудинвестинга, вы можете принять участие и проинвестировать пассивную сумму средств и получить часть от этого предприятия. Народное финансирование, оно действительно потому, что минимальная инвестиция в наш проект составляет всего лишь 50 долларов, ну, а максимальная практически неограничена, поэтому каждый человек может найти для себя тот объем, ну, как скажем, ту сумму, которую он готов был бы проинвестировать для становления этого бизнеса. Сегодня каждый человек, который инвестирует в компанию, он приобретает так называемые инвестиционные доли. Конечно же, все эти взаимоотношения, все эти операции декларируются документально с помощью договора. В договоре вы получаете приложение, где описано каждое ваше действие в личном кабинете, чтобы все это записывать, все это видно, и пополнение баланса, и все остальное. Ну, и, конечно же, вы получаете сертификат, в котором указано, какое количество инвестиционных долей принадлежит именно вам. То есть, здесь все очень прозрачно, вы можете получить документы как в личном кабинете, так получить их и в бумажном виде, если вам это нужно. Ну, и, соответственно, вы получаете определенное количество инвестиционных долей в зависимости от суммы, которую вы проинвестировали. Что делать с инвестиционными долями? В общем-то, после того, как проект будет зафинансирован, ваши инвестиционные доли будут обменены на акции компании Sowellmash. И вы уже получите акции, и прям юридически станете совладельцами этого предприятия. Что делать с акциями? Я думаю, вам уже более понятно. Акции – это одно из самых распространенных инвестиционных направлений в мире, и традиционно в акциях есть два способа заработать. Первый способ – это продать свои акции дороже, чем вы их купили. Второй – это получать дивиденды на свою долю. В общем-то, тоже очень хороший, интересный способ. Давайте сначала поговорим про первый. Откуда у вас вообще появляется вот эта возможность продать свою долю в компании дороже, чем вы ее купили? Дело в том, что сегодня вы покупаете долю в компании с большой-большой скидкой. Это так называемый дисконт, который вы получаете за свой риск. Понятно, что сегодня вы как инвестор, инвестируя в проект, рискуете. Поэтому вы получаете долю с большой скидкой. Соответственно, чем больше сумму вы инвестируете, тем большую скидку вы получаете. Также зависит от того момента, когда вы инвестируете в проект. дело в том что наш проект разделен на 20 этапов и с каждым этапом мы приближаемся к реализации самого проекта сейчас нас идет 14 инвестиционный этап естественно 14 инвестиционном этапе люди рискуют инвестируя гораздо меньше чем например на первом этапе поэтому та самая скидка или дисконт на первом этапе было гораздо выше на втором уже ниже на третьем еще ниже на пятом еще ниже и так далее на 14 она ниже чем на 13 но если вы только сейчас узнали про проект на 13 этап вы уже не вернетесь при этом получить хорошие инвестиционные условия вы можете и сейчас на 14 этапе они будут гораздо гораздо интереснее эта скидка будет гораздо выше чем начать на 15 на который мы также скоро уже перейдем так что друзья лучшее время для инвестиций это в тот момент когда вы узнали о нашем проекте ну и соответственно вы получаете вы получаете вот эти инвестиционные доли с большой скидки после того как вы менять их на акции компания планирует провести айпи а айпи а это процесс выхода компании на фондовый рынок соответственно в процессе айпи а вы сможете продать все свои акции уже по рыночной цене и заработать но на такой скажем так спекуляции на самом деле это тоже достаточно распространенный способ инвестирования можно это сравнить некоторым роде с инвестиций стартапы когда вы покупаете долю в какой-то компании которая только зарождается и продаете и тогда когда компания уже встала на ноги когда они уже все говорят конечно же ваша доля уже будет стоить совершенно иных денег более того сейчас вы покупаете не просто доля покупаете и со скидкой здесь получается вас двойное преимущество при этом конечно же никто не будет заставлять вас свои акции продавать это ваша частная собственность и ее распоряжаться вы можете так как вам самим этого хочется поэтому вы можете оставить свои акции у себя тогда у вас появится возможность получать дивиденды на свою долю дивиденды это часть прибыли компании которая распределяет на всех акционеров и 50 процентов всей этой будущей прибыли что будет распределяться на дивиденды будет распределяться между всеми инвесторами соответственно для инвесторов это возможность получать пассивный доход дивиденды будут распределяться раз в год объем дивидендов сейчас конечно в точности предсказать сложно поскольку дивиденды это именно часть прибыли чем больше заработал тем больше дивидендов распорядил тем больше заработали инвесторы но как я уже вам говорил бизнес очень интересный поэтому прибыль у компании также должна быть в рамках ожидаемых мы не ожидаем что и будет там меньше или вообще не будет поэтому оба способа они очень интересны причем их можно комбинировать можно одну часть продать акции другой оставить на нее получать дивиденды здесь уже каждый выбирает сам мы видим что эта идея она находит отклик у большого количества людей поскольку сегодня нас уже более 250 тысяч из более чем 100 стран мира новые инвесторы приходят каждый день мы очень активно развиваемся не только в россии хотя в россии наш проект зарождался действительно но уже сегодня если там например даже брать основные страны да и так там есть национальные представительства где у нас есть официальные люди кого работают в этих странах это уже около 15 стран и постоянно это количество растет вот например 14 ноября у нас открытие национального представительства в индонезии причем наша первая такая попытка до открыть национальное представительство методом онлайн посмотрим как у нас это получится но в общем работа это продолжается постоянно и мы ее естественно останавливать не планеры благодаря этой поддержке сегодня у нас уже реализована первая цель проекта это создание рабочих мощностей где работают сотрудники совы лмаж и занимаются очень важно для проекта работы у нас есть лаборатория у нас есть опытный участок где можно выпускать опытные партии электродвигателей совмещенными обмотками у нас есть намоточный цех литейный цех и много много еще всего важного оборудования которое помогает проекту продвигаться сейчас вот это то что сейчас уже создана это некоторая миниатюра того что мы будем строить то есть миниатюра нашего инновационного центра там оттачиваются все бизнес-процессы там проектируются новые электродвигатели там идут переговоры с нашими потенциальными клиентами и сейчас работа идет такая чтобы когда предприятие уже будет достроена мы сразу начали работу с нашими клиентами и чтобы не пришлось искать тогда когда предприятие уже что запустится то сейчас это очень-очень важный этап при этом то и продолжаются там и получат новые патенты что увеличит интеллектуальную собственность компании и разрабатывается контроллер и много-много всего еще параллельных процессов которые стали возможны благодаря тем инвестициям что проект уже пришли но при этом конечно же наша главная цель это остается именно строительство инновационного центра и здесь мы очень серьезно также продвинулись я вам напоминаю что строится мы будем не в случайном месте а на территории особой экономической зоны технополис москва это государственная особая экономическая зона которая была создана нашим правительством для размещения там и таких инновационных проектов как наш и мы подали туда заявку мы были отобраны с большого числа участников мы стали резидентами этой особой экономической зоны что конечно же нельзя не отметить для нас это было важно потому что это не просто какой-то статус там резидент мы получили очень много преференций первое это конечно же бесплатная земля для строительства инновационного центра это легальное уменьшение налогов в первые годы работы будем их действительно намного меньше платить что поможет нашему предприятию более эффективно свою работу начать третье это инфраструктура которой мы можем пользоваться этой железнодорожной пути линии электропередач и дороги то есть нам уже строить это не придется ну и конечно же кадры благодаря вот такому большому вниманию к самой особой экономической зоне она сотрудничает большим количеством вузов большим количеством специалистов и тем компаниям которые размещены на ее территории проще находить высококвалифицированные кадры которые нам безусловно понадобятся для работы на нашем предприятии после того как мы стали резидентами на самом деле это еще было далеко не все наш впереди ждала очень большая работа это отборе генерального подрядчика и подготовкой подготовки места к строительству территории особой экономической зоны этой установкой паспорта объекты всего остального но прежде чем приступить к самой вот стройки нам необходимо было пройти еще ряд очень важных рубежей которые сразу скажу конечно же были успешно пройдены это конечно прохождение различных государственных и государственной экспертизы и роспотребнадзора очень здесь уже определялась вот самого на само наше предприятие на соблюдение различных норм и законодательств в общем то мы все это прошли и приступили к осуществлению строительного городка для начала строительства то есть это различные временные сооружения пропускные пункты и все что необходимо в том числе по законодательству для начала строительных работ и конечно же единственное что не давал нам прям приступить к основному строительству это получение разрешения на строительство которое получается после всех экспертиз но уже 15 октября две недели назад получается мы официально получили разрешение на строительство я еще раз вас всех с этим поздравляю это означает что мы можем уже приступать к строительным работам нам осталось только срубить те деревья которые есть в принципе об этом достаточно подробно было рассказано наших других трансляциях которые ведет александр сударев и дмитрий александрович вроде бы об этом рассказывал да александр сударев то есть можете посмотреть информации много вот после того как с этим лесом и вопрос решаем потом уже с основным работам мы переходим конечно сейчас мы уже имеем график предварительный график строительства нашего инновационного центра строительство начнет совсем скоро и там можно посмотреть примерные временные сроки какой этап строительства в какой временной этап будет проходить вы можете с ними ознакомиться и в новостях и сделан есть может быть сейчас дамы в ключем и пом в презентацию мы вставили или нет вроде должна быть но в общем то вы можете посмотреть примерные строки строительства инновационного центра ну и если все будет вовремя если там не коронавирус ничего другое не вмешается в этапы строительства то уже в начале 2022 года мы официально запустим в работу наши 2 инновационный центр то есть ждать осталось там где-то около года до немножечко больше поэтому друзья я вас с этим еще раз поздравляю проект действительно выходит на финишную прямую мы прошли очень большое количество различных проблем и препятствий но вот этого победа как говорится только слаще и если вы впервые наши трансляции то вы попадаете в проект на самом самом таком интересном моменте когда начинается строительство начинает все самое такое яркое так что следите за проектом это можно делать и посещая наши трансляции у нас есть трансляции также с новостями и следите за новостями в личном кабинете в социальных сетях там обо всем о развитии проекта рассказываем ну если у вас остались вопросы можете их направить как в чат сюда так и обратиться там в техническую поддержку или позвонить по телефону ну а ответ уже на вопрос нужно ли участвовать проекте ли не нужно здесь он отвечает каждый человек сам конечно же на вопрос нужно ли инвестировать ну правильно ответ конечно же да потому что инвестиции в целом до игры вообще в целом ли нужно ли инвестировать то конечно же нужно потому что инвестиции это ваш способ как-то осознанно влиять на свое будущее это ваш способ не надеяться на кого-то а формировать свою будущую жизнь с финансовой стороны так как вам это представляется так как вы хотите конечно нужно для этого знания и сейчас благодаря интернету легко достаточно найти информацию финансовой грамотности различных финансовых инструментов поэтому обязательно все это изучаете обязательно инвестируйте в самые разные направления ну и крауд инвестинг конечно же сегодня обходить стороной это уже просто неправильно поскольку крауд инвестинг уже стал полноценным инвестиционным инструментом и конечно же вашем инвестиционном портфеле проект из крауд инвестинга должны присутствовать что касается нашего проекта то мы одни сам мы одни лидеров рынка мы те кто выполняем все свои обещания мы те кто идем к своей цели и мы те кто скоро ее обязательно достигнем так что присоединяйтесь пишите вопрос если они остались ну а я на них обязательно отвечу друзья я передохожу к вопросам если они у вас есть пишите так смотрю вопросы на канале двигатели до иного и так сюда прошу вас их писать павел приветствую какие события должны произойти чтобы совал машем народу ли смету сумму и необходимую для реализации а solar group сумму уже собранного рассрочках и по факту евгений я думаю что solar group о финансовых результатах своих отчитается в конце этого года мы цифры планируем показать что касается совал маш ну здесь за совал машки ответить не могу ну наверное то было бы неправильно поэтому ждем ждем на данном и ждем паша молодец похудел сергей именно этого комментария ждал потому что когда-то мне летом стали что я растолстел теперь было время настало время чтобы кто-то отметил что я похудел да действительно похудел и еще похудею так разрабатывается функция пополнения личного кабинета в долларах с определенным курсом по налоге с рублю на случай его гиперинфляции вы наверное имеете ввиду будет ли какая-то акция по фиксации курса доллара дмитрий пока я точно ответить не могу потому что подобных решений на сегодняшний момент я не слышал не знаю поэтому но могу сказать лишь то что ситуацию мы отслеживаем да действительно курс доллара там уже и превышал 80 рублей понятно что многим людям рассрочку платить тяжелее если есть какие-то трудности вы можете обращаться в техническую поддержку по крайней мере таким образом мы поймем что есть спрос вообще да на подобную акцию и тогда есть шансы что она будет очень будет введена когда пример начнется 15 этап 15 этап мы скоро совсем объявим дату сегодня у нас начало ноября да но я думаю что в течение 1 до 1 2 недель дату смены этапа мы уже объявим сколько всего этапов говорю про акции илья и того всего 20 так почему не снять видео рассказывающие о команде solar group и совал маш рассказывающий о каждом члене команды его роли в проекте хотя бы основные работы каждого ну смотрите мы подобный ролик снимали то есть мы со стороны solar group в общем то что вы говорите это правильно да однозначно это было бы интересно и это было правильно мы пошли другим путем немножко в солу solar group вы могли видеть что мы снимали ролики у разных участников команды мы их вывешивали в частности ролик обо мне там есть где мы рассказываем кто чем занимается там и так далее то есть это мы делаем вот со стороны совал маш и мы еще продолжаем это дело то есть просто даже понимать что сотрудники solar group они работают самых разных городах никто и даже в разных странах и то есть у нас такая команда она как онлайн да мы не работаем все большом офисе в каком-то и так далее все работают преимущественно дома и скажем так ну невозможно снять там ролик до человек тоже очень далеко поэтому мы решили сделать следующим образом мы соло групп в группе периодически публикуем статьи такие да и про национальных представителей то что это же такая часть команды да можно сказать и это и сотрудники компании в общем то мы это делаем в текстовом виде стараемся понял смотрите на solar group обязательно в соцсетях подписывайтесь в личном кабинете по новости для партнеров там это есть вот что касается совал маш примерно та же самая ситуация ну точнее ситуация другая пояс что все работа в одном месте но там про каждого снимать дмитрий александрович уже говорил почему так вероятнее всего не получится ну потому что если 40 групп все-таки мы направлены на такой как как говорится на пиар да на такое на маркетинг поэтому мы о себе рассказываем кричим то совал маш они все-таки про другое они про разработку они про проектирование двигателей да и у них задачи в другом у них есть люди медийные до которых вы знаете да и они периодически появляются на вебинарах у александра сударева и где-то видео с ними выходит и на конференциях они бывают выступают то есть такие вот костяк некоторые вы знаете и про них видео есть но есть огромная часть команды которая во первых не публично которая не хочет и не умеет на камеру выступать и более того это не совсем правильно с точки зрения того что они должны заниматься своей работой то есть их никто не отвлекает они занимаются своим делом их не погружают в эти во всякие маркетинговые направления потому что они должны думать только об этом здесь касательно того что нужно ли снимать нужно будем стараться снимать больше людей кого скажем так дмитрий александрович одобрит скажет что можно с ним если у человека будет время то без проблем почему бы нет ролик всегда можно сделать какой-то так если еще тот инвестор который гарантирует до финансирования проекта не стоит не стоит ли эту возможностью воспользоваться чтобы уменьшить риск недофинансирования так по социальным инвесторам могут быть интересны эти два вопроса так смотрите по поводу до финансирования я говорю что этот вопрос сейчас я уточнял пока ответа я не получил поэтому официального поэтому не могу ответить так павел последний раз когда был на вебинаре семена вы сообщили что внутренняя биржа будет в течение года мы это помним и ждем ответ после окончания финансирования подходит смотрите сергей сказал про сроки да но это не значит что биржа будет запущена с параллельно с скажем так с этим справиться с финансированием тут имелось ввиду что в течение года уже планируется проект до финансировать поэтому бирже появится то есть насколько я понял конечно сказано другим человеком не всегда правильно комментировать но я понял это так 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 смотрю вопросы 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 друзья пишите вопросы листаю пока просто чат в основном так такую же сумму нам необходимо собрать для того чтобы финансирование проекта был закончен открытой внутренней бирже вадим ну сумма скоро будет объявлена итоговый вы помните что был пересчет смог проекта дмитрий саж говорил что скоро времени окончательная сумма появится павел дорожную карту стоит обновить наверное там 7 и 7 этап последний указан и говоря где вы смотрите потому что я помню у нас карта была прописана до пятнадцатого этапа почему не получается позвонить сайта стала после этого застала после того как пришли новый дизайн кстати по поводу да по поводу этой штуки мы тоже это обсуждали надо это вернуть до вернем вернем то что вернем то функционал он действительно просто был убран так ну что вопроса больше не вижу вроде ничего не пропустил но раз вопросов нет значит как говорится трансляцию можно завершать в час мы уложились так а во сколько вот еще вижу один вопрос во сколько раз подражают доли с повышением этапа илья ну в среднем где-то с каждый этап у нас идет удорожание где-то на 10-15 процентов вот примерно она так точный расчет долей ну то есть таблица она будет вывешенным вместе с новостью с анонсом смены этапа где будет указана дата и причины почему меняем инвестиционный этап друзья всем спасибо хочу сделать небольшой анонс о том что у нас завтра будет вебинар завтра на среда как вы помните по средам не каждую следу через среду мы проводим трансляции на нашем канале вебинарном канале как youtube канале до solar group и там мы в общем то раз говорим с вами о нашем всеми любимым инвестиционном проекте двигателя дуйного и конечно же общаемся с разными интересными гостями которые кто каждый обычно рассказывает о том как он продвигает проект это самые интересные люди то есть вот завтра у нас тоже очень интересный гость непростой человек связан с технологиями даже больше до чем с инвестициями кто-то из вас может узнать кто-то завтра все увидите год достаточно интересный мне кажется что в других вебинарах на трансляциях по крайней мере последнее время он не был так что информация точно будет новая актуальная и интересная ну и конечно на ваши вопросы также я отвечу поэтому завтра в среду вебинар пройдет также в 17 часов по московскому времени вот мы случайно скажем так из-за нашего гостя виктора арестова начали это время использовать завтра еще раз попробуем уже намеренно это время и посмотрим посмотрим насколько но будет всем удобно так что завтра следите за новостями ссылка время там и так далее описание все это будет перед самим вебинара в течение дня так что всех вас жду приглашайте туда друзей приходите сами будет очень интересно но она сегодня у нас все всем спасибо и увидимся завтра